Всем привет! Добро пожаловать на обзор Deon Nexia 2010 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 260 тысяч рублей. И сегодня я нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны. Автосалон CarLine. Такие ключи. Также здесь установлена автосигнализация с автозапуском. Давайте приступим. Сочетание велюровых и тканевых вставок в салоне. При моем росте в 188 см, прежде чем разместиться на водическом сидении, мне приходится такие вот манипуляции совершать с ногами, так как рулевая колонка намертво прикреплена и не регулируется ни по высоте, ни по вылету. То есть человеку ростом даже, я думаю, 175 см будет проблематично залезать все. Нужно ногу прогнуть, сделать вот такой крюк. И тогда вы только уседитесь на этом месте. Почетный круг. Стрелка с пидометра описала. Здесь установлен гидровосилитель руля. Давайте включим фары. Также аварийная сигнализация. В более богатой комплектации GLE или расширенной, как ее позиционируют дилеры, предусмотрены электростеклоподъемники. Тут механические регулировки. Также и зеркала. Потом нужно учитывать то, что уже вот этот обод или треугольник, который держит, он уже обходит. Давайте откроем капот. 14-ти дюймовые штампованные диски с немецкими шинами Continental. Размерность шин 185 на 60. Надо учитывать тот факт, что в Узбекистане делают лишь остекления и штампованные диски. Система газораспределения 4 клапана на цилиндр. 16-ти клапаны двигателя. Система газораспределения 4 клапана на цилиндр. Двигатель 4-х слиндровый, 16-ти клапанный, 1.6, 85 лошадиных сил. Система газораспределения. Повторитель стоп-сигнала, он расположен здесь, из-за тонировки его не видно. Велюровые вставки в панели дверей, механические регулировки имеют водительское сидение, продольно, спинка сидения. Этот автомобиль имеет пробег почти 34 тысячи километров. Давайте послушаем, как звучит двигатель. Очень даже неплохо для двигателя 1.6. Deo Nexia это потомок Opel Kadett. У моего отца тоже была эта машина Opel Kadett. И он мне рассказывал, что это был один из его самых любимых автомобилей. То есть такая пацанячья тачка. И когда он ее продавал, слезы, наверное, печали и одновременно радости были на его глазах. Но все-таки пришлось продать Opel Kadett. Нереально в то время. Это, наверное, были 85-86-87 года. Нереально крутая тачка была Opel Kadett. Но все-таки пришлось ему продать этот автомобиль. Я не знаю, насколько отдаленно этот автомобиль напоминает Opel Kadett. Возможно, поколение постарше поймет это. Но для меня это как-то лес, лес, еще раз лес. Пластиковые вставки, вот они окрашены в серебристый, какой-то же игрушечный цвет. Твердый пластик везде в качестве сборки. В качестве сборки я не могу сказать, что он страдает очень сильно на бюджетном уровне. И качество отделочных материалов тоже на бюджетном уровне. Цифровые часы, задний обогрев стекла. В так называемой люксовой версии предусмотрен кондиционер. Здесь его нет. Установлена только печка, рециркуляция, различные зоны, соответственно, и температура. Аудиосистема, CD, 6 станций, звук, различные установки. Теперь нацеприкуриватель. Чтобы включить сзади, нужно потянуть за кольцо. Ручник. Подстаканник с такой выемкой, я вообще не вижу смысла устанавливать этот подстаканник. Вы положите, представим, да, бутылку, даже маленькую. При первом же повороте она упадет однозначно. Потому что такая выемка очень маленькая. Нет никаких держателей. Вот у меня, например, на Passat есть такие крепления. Ты поставил бутылку, и она мертвая будет держаться. А тут она явно упадет. К сожалению, макияжных зеркал нет. Подсветка. Аудиосистема Clorion. Как я уже упоминал, Deo Nexi это потомок Opel Kadett E, появившийся на свет после модернизации прототипа в 1995 году. В Корее продавался под маркой Deo Racer. Вскоре автомобиль с производства в Южной Корее был снят. С 1996 года производится в филиалах дочерних предприятий Deo в различных странах. Автомобиль производится с кузовом седана. В настоящее время автомобиль подается в двух основных комплектациях. Базовый GL, которая здесь представлена. И расширенный GLE в терминологии дилеров комплектация Luxe. Расширенная комплектация включает в себя как улучшенный внешний вид, декоративные колесные колпаки, шилдики, тонированные в пределах ГОСТа атермальные стекла, солнцезащитная полоса на лобовом стекле и окрашенные в цвет кузова бамперы. Так и ряд приборов для комфорта. Улучшенные мягкие обивки дверей, тахометр, электрические стеклоподъемники, электрический центральный замок всех дверей. Автомобиль приспособлен к установке кондиционера и гидроусилителя рулевого управления. Но часть машин для удешевления ими не оснащается, к сожалению. Автомобиль 1906 года по 2008 год комплектовался двигателем объемом 1.5, мощностью 75 лошадиных сил. Прямым продолжением модельного ряда Deo Nexia стала следующая модель Deo Nubira. Автомобильная публика познакомилась с Deo Nexia второго поколения на презентации 3 июня 2008 года. Deo Nexia комплектуется надежным двигателем, который соответствует экологическим нормам Euro 3. Панель приборов в салоне Deo Nexia сделана при помощи инжекционной формовки пластмассы, имеет современную форму. Установлено новое рулевое колесо, обшивка дверей Deo Nexia обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Изменение формы переднего бампера позволило улучшить аэродинамику автомобиля. Новая форма нижнего воздухозаборника у Deo Nexia способствует лучшему охлаждению двигателя, имеющим более мощные силовые характеристики. Передние фары выполнены в виде прожекторного блока для ближнего света. Для дальнего света передние фары Deo Nexia имеют блок отражательного типа. Установлен третий стоп-сигнал, в котором находятся 5 ламп. По субъективным ощущениям, рослым, как переднему пассажиру, так и водителю, садиться будет в этот автомобиль крайне неудобно, но когда вы сядете и более-менее расположитесь, подстроите под себя сидение, над головой более чем достаточно места и над ногами, как вы видите. В руль они иногда выпираются, но если их держать не сомкнутыми, а разомкнутыми, тогда вас ждет счастье. Это уж точно. Открывание багажного отделения и крышки багажника с места водителя. У нас коврик хочет сойти своего места. Обращаю ваше внимание на вот эти саморезы, которые видны и ничем не прикрыты, к сожалению. Пепельница. Оригинальная. Смотрите, как она открывается. Я еще такого на одном автомобиле не видел. Учитывая тот факт, что я водическое сидение назад отодвинул полностью, чтобы подстроить его под свой рост, а мой рост это 188 сантиметров, все, тут уже предел. Во-первых, мне тесно. Над головой вообще нет места никакого. Мне нужно сложиться вдвое, чтобы сесть на задний ряд сидений. Вот этот центральный проем, он тоже ограничивает третьего пассажира. Но как бы там ни было, в этом автомобиле, я считаю, в тесноте, да не в обиде. Соответственно, никаких подлокотников не предусмотрено. Ребята, рослым очень будет тесно в этом автомобиле. Посадка и высадка затруднений сильных не вызывает, но тесно, очень тесно. Звук дверей как разокрывается. Звук дверей как разокрывается. Багажник огромный, подсветка. Еще один интересный факт. Задний ряд сидений никак нельзя сложить. Он намертво прикреплен. Длинномеры какие-то, лыжи, какое-то оборудование, если вы хотите просунуть через багажник и провести его в салоне автомобиля, этого сделать, к сожалению, не получится. Все длинномеры. Добро пожаловать на крышу. Запаска полноразмерная. На немецких шинах Continental уже радует. Аналогичная регулировка пассажирского сидения. Бардачок. Не очень большой. Здесь будет руководство эксплуатации. Да, оно есть. Как оно выглядит. Небольшая книжка. Продолжение следует... Простой и бюджетный автомобиль. Продолжение следует... На этом обзор Deo Nexia 2010 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 260 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Берегите себя. Всем хорошего настроения. И до встречи в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok